Здравствуйте, с вами Светлана Хорошавина и сегодня я покажу не совсем обычное для меня видео. Расскажу о круизе по Средиземному морю, который состоялся в доябре 2018 года и в котором участвовали консультанты и лидеры компании Mary Kay, а также их родные и близкие. Круиз длился неделю, маршрут путешествия был такой, Барселона, Испания, Пальма до Майорка, дневной переход, день в море и далее Палермо, Сицилия, Италия, потом порт Черетовекия и 70 километров до Рима и была возможность, кстати, посетить Рим, далее Савона в север Италии, Марсель, Франция и, наконец, возвращение в Барселону, Испанию. И прежде, чем рассказать про само путешествие, расскажу про лайнер, на котором мы плыли. Называется он Коста де Адема и на сегодня это самый современный и роскошный лайнер компании Коста, который путешествует по Средиземному морю. По сути, это небольшой плавучий город, в котором есть все, что душе угодно, от фитнес-залов и бассейнов до казино и многочисленных ресторанов. Но в этом есть и особенность. Если вы ищете уединение, то вам, конечно, не сюда. На судне более 5000 человек. В основном это эмоциональные итальянцы, испанцы, французы. Коета, конечно, спокойно и комфортно, но общее пространство на лайнере. Это постоянное движение и люди. В театр на вечерний шоу, к примеру, надо приходить заранее. Мест может не хватить. Есть еще одна особенность, связанная с оплатой. Имейте в виду, что за каждый день пребывания на лайнере с человека вы должны заплатить 10 евро чаевых. Это обязательно и избежать нельзя. Напитки, кроме воды, продаются отдельными пакетами и вам про это тоже расскажут. Те, кто экономит, обычно дожидается портов и покупает все там. На судно пронести много напитков не дадут, но на бутылку воды или колы, на банку пива, как правило, закрывают глаза. Кстати, не разрешат пронести на судно также утюг и отпаривать их. Если вы все же попытаетесь это сделать при посадке и досмотре багажа, у вас эти электроприборы изымут, положат в камеру хранения и выдадут обратно только в конце путешествия. Поэтому за глажку вещей придется заплатить. Теперь о питании. Есть можно в двух местах. Это или общий ресторан-буфет со шведским столом. Оценить его можно, ну, на твердую четверку. Есть и рыба, и мясо, встречаются морепродукты, есть свежие овощи, фрукты, ну и так далее. Завтраки, впрочем, не очень хороши и выбор достаточно скудный. Кроме того, в буфете почти всегда много людей и очереди. Кто бывал в отелях, все включено в сезон, тот представляет, о чем речь. Второй вариант. Это каждая каюта закреплена к определенному ресторану а-ля карт. И вы приходите на завтрак, обед и ужин по расписанию. В ресторане за вами закрепляется отдельный стол и официант. Можно выбирать идти в буфет или идти в ресторан. Можно чередовать, но самые голодные могут даже совмещать. Мы чаще всего выбирали ресторан. Хорошая сервировка, подача блюд, вкусное и разнообразное меню, десерты. Это настоящие шедевры. Фото блюд, кстати, именно из ресторана. К тому же можно посидеть, поболтать, обменяться впечатлениями. И поскольку мы были группой, то для нас это было очень большим плюсом. Официанты каждый вечер старались сделать для нас какое-нибудь шоу. В общем, все было комфортно, достойно и вкусно. Чем заняться на лайнере, кроме обучения консультантов? С учетом того, что он идет ночью, а днем заходит в города, то особо свободного времени на самом суть не так уж и много. Можно, конечно, посидеть в джакузи, хотя вылезать из него в ноябре еще то удовольствие было. Позагорать, покупаться в бассейнах, посетить вечерние шоу. И все время эти шоу разные. Множество забав для детей. Можно отправиться в шопинг. Внимание, дорого. Но вечерами бывают хорошие скидки. И обязательно, конечно, надо потратить время на фотосессию. Виды потрясающие. Фотографии получаются супер. Кроме того, еще можно кормить птиц на палубе. Интересно, конечно, но экстремально. Чересчур они эмоционально агрессивны, особенно эти французские чайки. Обратите внимание на конкуренцию за кусочек круассана. Часто спрашивают, укачивает ли. Нам так не показалось. Качает, конечно, но не сильнее, чем, к примеру, в купенном вагоне поэта. Мне даже эта качка небольшая очень понравилась, потому что засыпается под нее в каюте очень хорошо, как колыбельная. Кстати, лайфхак. Если вам досталась внутренняя каюта без окна, включайте телевизор. На первых двух каналах вы увидите прямую трансляцию с видеокамер, установленных на носу и на корме лайнера. И вы сможете увидеть, как он входит в порты и как их покидает, и это даже не выходя из каюты. И, конечно, релакс, когда смотришь на воду, отдыхая на корме корабля. Первым пунктом, куда мы прибыли после отплытия из Барселоны, был остров Пальма-де-Майорка. Лайнер пришел непосредственно в порт Пальмы. Была возможность взять экскурсию на самом лайнере, но мы решили обойтись своими силами и, в общем, не пожалели. От места прибытия лайнера до Старого Города и основных достопримечательностей примерно минут 30. И эти 30 минут по очень красивой набережной, мимо сотен пришвартованных яхт. Выходите на берег, поворачиваете направо и идете вдоль моря, никуда не сворачивая. Еще один вариант – дождаться рельсового автобуса. Остановка также недалеко от места прибытия корабля, но это платно. Пальма – очень приятный город, в котором действительно много пальм. Ухоженный, старый город и красивейший готический собор. Строить его, кстати, начали еще в 13 веке и он производит сильное впечатление. Особенно, если попасть вовнутрь в солнечный день и увидеть игру света через огромные цветные витражи. Один из пределов храма оформлен в очень необычном, таком морском стиле. Это архитектура Гауди. Далее у нас был день морского путешествия и прибытия на остров Сицилия в город Палермо. Поскольку лайнер прибывает в порт, расположенный в центре Палермо, то нужды в экскурсоводе не было и здесь. Прямо на выходе в город стояли туристические киоски и там абсолютно бесплатно выдают туристические карты со всеми достопримечательностями и маршрутами. Сицилия известна как родина мафии. И знаете, у нас появился вопрос к этой самой мафии. А не стыдно ли вам? Настолько грязного и обшарпанного города мы, россияне, честно говоря, давно не видели. Кучи мусора валяются даже на центральных улицах, а если вы делаете буквально шаг в сторону, то культурный шок вам обеспечен. При этом город очень красив и в нем есть достопримечательности, знаменитые на весь мир. Например, театр Массима, на ступеньках которого в третьей части крестного отца была убита дочь Майкла Корлеоне. Очень интересен кафедральный собор Пальермо, в котором воедино слились архитектуры всех завоевателей острова, от византийцев и норманов до арабов и испанцев. Когда вы гуляете без экскурсовода, то у вас есть возможность увидеть такие сцены из местной жизни, которые туристам с группой и китом обычно недоступны. К примеру, мы увидели дверь в стене, куда заходили местные жители и заглянув вовнутрь попали в чудесную церковь 17 века. Субтитры создавал DimaTorzok Которые выгуливают своих собак, не слезая с мотоцикла. Интересно было зайти и пообедать и в местное кафе. Кстати, наш Wi-Fi в Италии называют Wi-Fi. Имейте в виду, что вы вас поняли, если будете спрашивать его наличие. И изюминкой нашей прогулки стало неожиданное знакомство с военным оркестром. Что там происходило, мы понять так и не смогли. То ли встреча какого-то генерала, то ли наоборот выпускников-кадетов. Но получилось здорово. Посмотрите сами. Продолжение следует... Продолжение следует... На следующий день после Палермы нас ждал порт Черетовекия и Древний Рим. Отметим, что из Черетовеки до Рима порядка 70 километров. Поэтому, если вы ранее в столице Италии не были, то в данном случае рекомендуем все-таки воспользоваться экскурсией, чтобы вас завезли от лайнера до основных достопримечательностей и потом привезли обратно к лайнеру. Нам было проще. Мы уже посещали Рим, поэтому поехали самостоятельно. От лайнера бесплатный шаттл довез нас до городской стоянки автобусов. Там мы пересели на городской автобус до же до вокзала. Далее на электричке до Рима оказалось чуть более часа. И лучше выйти не на конечной станции Термине, а на станции Святого Петра в Сан-Педро. И вы фактически окажетесь у стен Латикама. Ну а дальше собор Святого Петра, Пантеон, мосты через Тибур, замок Светлого Ангела и многое-многое другое. Берите карты и выстраивайте свой маршрут. Светлого Ангела Обязательно попробуйте римское мороженое. Самое вкусное мороженое, которое я когда-либо ела. Самое правильное место для этого кафе-мороженое рядом со знаменитым фонтаном де Треви. Джелатерия. Так, кстати, называется кафе-мороженое в Италии. Особенно чудесно фисташково. Белиссимо, как сказали бы итальянцы. И да, будете возвращаться обратно. Имейте в виду, в некоторых магазинах Чветовеки есть специальные скидки для пассажиров круиза. Объявления висят прямо на дверях магазинчиков. Тут же на берегу вечером моряки сушат свои сети и торгуют свежим уловом. Ну что сказать, рим нам очень нравится и мы постараемся вернуться сюда вновь. Во всяком случае, монетки в Тимбур мы кинули. Ну вот мы в Риме. В вечном Риме. И Сережа сейчас собирается кинуть монетку на возвращение. Сережа. Пошел. Попала. От следующего пункта нашего путешествия небольшого городка Савона на Лигурийском побережье Италии мы не ожидали ничего особенного. А зря. Город оказался очень приятным. Чистое, аккуратно, комфортно. Лайнер швартуется на набережной в самом центре старого города. Здесь вас встречает трогательный памятник рыбакам, которых ждут и освещают им путь домой. В городе можно посетить хорошо сохранившуюся генуэзскую крепость, с которой открываются прекрасные виды на город и море. Вход бесплатен. Вот так выглядит город с вершины крепости. Музыка. Музыка. Кстати, с другой стороны от крепости хороший пляж. Мы почти залезли выкупаться, но не решили. Волны были очень высокими. Но если вы попадете сюда в теплое время года, то имейте в виду, вполне можно позволить себе пляжный отдых на несколько часов. До лайнера с пляжа идти всего 15 минут. Также можно погулять по городу, заглянуть в местный кафедральный забор, пройтись по магазинчикам и посидеть в живописных кафе. На следующий день нас ждала Франция, Марсель. Отдельно надо сказать о транспорте. Лайнеры прибывают в Новый Порт, откуда до центра города очень далеко, километров 7-8. Но если вы выйдете с корабля и пройдете метров 300, то можно обнаружить стоянку бесплатных муниципальных автобусов. Привозят на задворке торгового центра в центр города и уезжают оттуда же. Рядом стоит символический памятник путешественнику. Человек только собирается в путь, но часть его уже в дороге. Вот мы тоже почувствовали себя такими путешественниками, оставившими частичку себя в каждом посещенном городе. В Марселе интересен морской кафедральный собор, очень величественное сооружение. Архитектура скорее византийская. Внутри никакой итальянской экспрессии, все очень строго и торжественно. Прекрасен старый город с узкими средневековыми улочками, по которым, кажется, можно скатиться. На улицах вам могут повстречаться брутальные местные жители. Интересная набережная, на которой моряки продают свежий улов. И над всем городом возвышается Ноттердам-де-Ля-Гар. Добраться можно пешком, как мы и сделали, но лучше садиться на автобус или специальные вагончики. Уж очень длинный, крутой подъем. Если вы смотрели фильм такси, действие которого происходит именно в Марселе, то, наверное, помните эти горки. Сам Ноттердам-де-Ля-Гард очень красив. Это храм, в который традиционно ходили моряки, поэтому неудивительно, что под его куполом висят модели кораблей. Сверху видно все и сам город, и замок Ивы, где, согласно роману Александра Дюмай, сидел будущий граф Монте-Кристо. Сверху видно все и сам город. И, конечно, посещение Франции не может считаться состоявшимся, если на обратном пути к лайнеру вы не выпили кофе со свежим круассаном. Завершающей точкой нашего путешествия стала столица Каталонии, испанская Барселона. Перед тем, как отправиться в Круиз, мы несколько дней провели в этом городе, и впечатлений осталось множество. Любопытно, что Барселона застраивалась планомерно, кварталами, и самолет-то это очень хорошо видно. Это теплый, курортный, расслабленный город, по нему просто приятно бродить, куда глаза глядят. Мы жили в старом центре города в готическом квартале с узкими средневековыми улочками. Вот можно посмотреть дневной пейзаж нашего балкона и ночной. Здесь множество достопримечательностей. Буквально заворачиваешь за угол и натыкаешься на очередной архитектурный шедевр. Во время нашего Круиза мы видели много церквей и соборов, и все-таки номер один для нас стал Кафедральный собор Барселоны. Его строили чуть ли не 700 лет, и эти усилия были не напрасны. Буанас Диас Амигас. Мы сейчас в Испании, в Каталонии, в центре, в столице, в Барселоне. И сзади нас это Кафедральный главный собор. Это потрясающее зрелище, это просто архитектурная жемчужина мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Любопытно, что в соборе есть предел, где живут 13 белых гусей по числу лет мученицы Аурелии, которой посвящен этот храм. Она также считается покровительницей Барселоны. Стены собора украшают горгули. По легенде, они такие злые, что плюются в гаража. Хотя на самом деле это не легенда. Под горгули замаскированы водостойки, когда идет то, что получается, что горгули действительно плюются. Центральная пешеходная улица Барселоны – это бульвар Рамбла. Здесь же расположен знаменитый рынок Бакерия. Он работает уже 800 лет, с 13 века. Здесь продают свежие овощи, фрукты, сладости, мясо и морепродукты. Кстати, если захотите, то прямо тут же вам их приготовят. Все свежее и вкусное. В Барселоне много парков, где так приятно понежиться на солнышке. Например, рядом с готическим кварталом есть парк Цитадели. Его разбили на месте крепости, которую снес восставший народ. С тех пор это любимое место отдыха горожан. Парк ухожен, там почти нет ресторанов или аттракционов, зато много зелени и уютных уголков. В городе немало любопытных скульптур, особенно богатыми украшена главная площадь города – площадь Каталонии. Памятники очень разнообразны, и здесь всегда много туристов и голубей, которые чувствуют себя как хозяева. Также на этой площади проходят и политические акции. Каталонцы, как известно, стремятся к независимости, и весь город украшен флагами. А в один из вечеров на площади Каталонии проходил большой флешмоб сторонников независимости. Выповали случайное и записали видео. Барселона украшена очень разнообразно. Здесь смешались разные стили и направления, от строгой готики до современного модерна. Решающий вклад в обликорда внесли три архитектора конца 19-го, начала 20-го века. Весь мир знает Антонио Гауди, но кроме него творили также не менее талантливые, но менее раскрученные в наше время авторы, как Джузеппо Катафалк и Луис Монтенера. Именно фасады их домов с удовольствием фотографируют туристы со всего мира. Гауди интересен тем, что пытался создать сказку. К примеру, его знаменитый шедевр «Дом на костях». Посмотрите внимательно. Видите, хребет дракона и черепа в балконе. Морской дом, вид морской волны. И, наконец, венец его творчества, собор святого семейства, Саграда де Фамилия, строительству которого архитектор полностью себя посвятил. Это самый удивительный и самый нетипичный католический собор из всех, которые только существуют в мире. Орнаменты, оформления, фигуры святых и самого Христа – все крайне необычно. Долгое время даже было неизвестно, а согласится ли католическая церковь вообще считать его собором. Но сейчас там уже проводятся службы, а к 2021 году собор обещают все-таки достроить. Интересен и парк Гауди, находящийся на окраине Барселоны. Здесь по проекту архитектора были построены настоящие пряничные домики, разбиты сады и дорожки, обустроены очень экстравагантные гроты. В парке есть как бесплатная часть, где можно гулять, так и платная часть. Билеты, в которую советуют покупать заранее. Желающих полюбоваться на красоты парка, послушать рассказ гидов очень много. Кстати, о туристах и экскурсиях. Сейчас в мире, в том числе и в Барселоне, практикуется новая форма экскурсий, бесплатная. Вы гуляете с гидом, слушаете его рассказ и если вам понравилась экскурсия, ну и соответственно гид, то платите столько в конце экскурсии, сколько посчитаете нужным. Записываются на них онлайн, наберите в подсковике «Бесплатные экскурсии в Барселоне». К слову, наш гид Александра нам очень понравился. Рекомендуем. В Барселоне много граффити. Многое из них – это реклама на дверях в закрытых кафе или магазинах. Вот, например, реклама фотосалона. А это реклама баров. А вот реклама фотосалона. И есть очень эксцентричные рисунки. Есть рисунки, которые вполне можно представить в фантастических фильмах. А есть, где чувствуется прям рука настоящих художников. По Барселоне надо гулять пешком или брать велосипеды. Тем более для такого передвижения созданы все условия. Белодорожки, зоны безопасности на проезжей части и, конечно, пункты проката велосипедов. И, конечно, если вы устанете бродить по Барселоне, то сделайте паузу и выпейте чашку вкусного и настоящего шоколада. Его рецепты хранят в городе еще со времен Колумба. Обязательно зайдите в дом кондитера Антонио Калаклие рядом с тем самым домом на костях. В кафе на первом этаже, к радости детей и взрослых, шоколад течет буквально легко и странно. В целом, Барселона нам очень понравилась и показалась приятным и интересным городом. И мы, безусловно, постараемся еще неоднократно сюда вернуться. Что касается всего круиза, то, на мой взгляд, это достойная альтернатива столь популярному пляжному отдыху. Можно расслабиться, увидеть за одну неделю несколько стран, насладиться красотами и видами Средиземного моря. Я рада, что сотрудничаю с компанией Мори Кэп, благодаря чему у меня есть возможность подобных путешествий. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайки, пишите комментарии. Если возникли какие-нибудь вопросы, обращайтесь в личку, с удовольствием отвечу. С вами была Светлана Хорошавина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok